Вы создали сайт на локальном хостинге? Пришло время перенести сайт в интернет. Если вы сомневаетесь или у вас не получается это сделать, напишите мне. Я перенесу ваш сайт на хостинг абсолютно бесплатно. Связаться со мной можно через социальную сеть ВКонтакте. Ссылка в описании к этому видео. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 111. С этого урока начинается цикл серии уроков по мощному бесплатному компоненту для Joomla под названием Community Builder. Чтобы ознакомиться с данным расширением, вы можете перейти на сайт автора. Адрес сейчас я вам показываю. И вкратце, что это такое, с чем это едят. Этот компонент, он довольно-таки давно существует. Еще когда была Joomla 1.5, я тестировал данное расширение. Это расширение что-то типа небольшой такой соцсети. Конечно, не сравнимо с ВКонтактом или подобными соцсетями. Это больше профиль для пользователей. То есть не просто у вас пользователи могут зарегистрироваться на сайте, а можно, например, кликнуть по аватарке зарегистрированного пользователя на сайте, где будет показана разного рода информация. Вот пример небольшой на тестовом сайте. Вот я авторизовался под своим логином. Например, кликаю по аватарке, и мы попадаем в настоящий профиль, где человек может загружать что-то наподобие Facebook, да? Сзади вот такую плашечку, картиночку, изображение свое. Потом значочек онлайн, не онлайн. Также доступны модули вместе с этим расширением Community Builder. Такие как кто онлайн, то есть выводятся они на сайте. То есть ваши люди уже будут видеть, кто сейчас в данный момент на сайте. Кликнув по логину, сможет перейти в профиль пользователя. И другие модули. Здесь возможно внутри профиля смотреть отображение статей, то есть своих статей, если данный человек у вас публикует статьи, то есть редактор на сайте. Ну или же каждый человек, абсолютно зарегистрированный, может вести свои блоги. То есть вот ссылка блоги, здесь будут заголовки. Если кликнув по заголовку, нас перебросит уже на полную статью блога, кнопка создать блог. Ну и такие моменты, как просмотры, то есть сколько именно этот профиль просмотрел человек. Интересный момент связи, это что-то типа добавления в друзья. То есть можно отправить любому человеку запрос на добавление в друзья, а человек сможет решить, добавить его в друзья или отклонить заявку. То есть что-то типа соцсети. Дальше очень крутая система расположения элементов. То есть, скажем, если сравнить этот компонент с дорогим компонентом социальной сети, который на порядок мощнее Joom Social или Joom Social, как говорят, то там нет такой гибкости, как в Community Builder. Здесь в чем гибкость проявляется? То, что мы можем каждый элемент в отдельности отключить, если нам не нужно это отображать. То есть отключить аватарку, отключить вот эту подложку, отключить эти вкладки, добавить вкладки. То есть здесь мы можем расширяться. То есть сейчас в данный момент это идет стандартное отображение. То есть это контактные данные, которые были заданы, например, при регистрации на сайте. Вкладка статьи, блоги, потом у нас есть наверху кнопки редактировать, связи, управление связями, да, и многое другое. То есть вообще любую вкладку здесь, например, можем добавить в любое место. Даже вот видите, я на картинку, вот именно на задний постер, для примера, я добавил еще изображение. То есть здесь, конечно же, очень все гибко можно сделать. То есть дополнительные поля, любые вообще, добавление видео, чтобы в профиле отображалось аудио, какие-то чекбоксы, выбор, выпадающий список, которые это все можно заполнить при регистрации, чтобы это отображалось в профиле. То есть здесь еще идет замена стандартной регистрации Joomla. То есть здесь есть своя регистрация. Мы отключаем Joomla и добавляем регистрацию от Community Builder, где вы можете очень гибко управлять полями, добавлять вкладки. То есть если это какая-то сложная регистрация, добавлять шаги. То есть, например, первый шаг выполнили, на втором шаге другие поля нужно заполнить. Это все настраивается. Сейчас я вам быстренько покажу, например, то есть присутствует свой модуль авторизации регистрации от Community Builder. Я сейчас вам просто демонстрирую. Например, вот, чтобы вы видели поля, где можно добавлять всевозможные поля. Например, правила сайта сразу можно вывести в всплывающем окне. И там много чего можно еще вывести. Вот, например, следующий. То есть это шаг 2. Нам сигнализирует о том, что мы не заполнили главные поля. Здесь все гибко настраивается, отключаются. Там, например, отображение подсказок. Можно отключить подсказки даже вот здесь. Вы видите, да? Здесь подсказки для людей, которые, например, не знают, ну, как заполнить данные поля. Выпадающий список. Я здесь тестировал. То есть все возможности, конечно, я здесь не вывел. Но в процессе уроков мы будем это разбирать. Система компонента Community Builder на данный момент построена на Bootstrap. Поэтому данный компонент внешне, визуально, должен подойти практически ко всем шаблонам. То есть если у вас будет какой-то там другой шаблон, скорее всего, потому что здесь идет стандартный шаблон, вся система должна хорошо лечь. По идее, на шаблон. То есть коряво выглядеть не должно. Чтобы скачать последнюю версию Community Builder с официального сайта, вы должны здесь зарегистрироваться. Я немного упростил эту задачу. И если вам не охота регистрироваться, вы сможете скачать расширение с моего сайта. Как скачать? Вы под видео. Это примерно так будет выглядеть. Нажмете еще. Увидите здесь ссылку скачать Community Builder. Далее вас перебросит на страницу, на прямую страницу данного урока, где вы сможете вот здесь вот по кнопочке скачать Community Builder плюс русификация для данного расширения. Здесь внимание. После того, как вы скачаете архив, вам сначала нужно его распаковать. Я прям в заголовке так и записал, чтобы не возникла путаница. Вам нужно сделать следующее действие. Излечь в текущую папку. И распаковать SV можно удалить. Здесь у нас имеется сам компонент. На данный момент запись урока это версия 2.1.2. И два пакета русификации. Они оба нужны. Один пакет для русификации самого расширения. Второй пакет русификации для плагинов. И давайте сейчас установим данное расширение на нашу Joomla. Я буду использовать тестовую Joomla, чистую Joomla. Последней версии 3.6.5. В админке я захожу, как обычно, расширение менеджера расширений. И простым перетаскиванием переношу сначала Community Builder. Загрузить и установить. И нам нужно немножко подождать. После этого сообщения у нас еще установка продолжается. Мы ничего не трогаем. Нам нужно подождать, когда пробежит такая полоска, индикатор, показывающая о том, что инсталляция завершена. То есть сейчас еще в процессе у нас установка идет компонента. Вот сейчас вы это видели. Вот сейчас, только сейчас у нас установка произведена. После обновления страницы у нас вот здесь появляется вкладочка собственная от Community Builder. Сейчас у нас все на английском языке. И дальше у нас еще идет новости от Community Builder. Они отображаются здесь. Нам это не важно. Давайте поставим русификацию. Ставить это так же. Расширение менеджера расширений. Подряд мы устанавливаем файлы русификации. Порядок здесь не важен. Нужно это все дело установить. Установка у нас так же завершена здесь. Компоненты. Так, расширение менеджера расширений. И устанавливаем вот этот русификатор. Русификатор. Загрузить и установить. И так же у нас русификация здесь завершена. Мы можем наблюдать, что... Давайте обновим страницу админки. Теперь мы видим, что у нас здесь все на русском. И так же мы можем попасть в Community Builder. Отсюда компоненты. Community Builder. Видим, что последняя версия. На данный момент самая последняя. Здесь будет таким жирным сигнализировать, что компонент устарел. И нужно обновиться. В данный момент у нас последняя версия. Далее видим мы в вкладке настроек. Первое, что в принципе можно сделать, если мы, конечно, будем заменять регистрацию... Менять, точнее, стандартную регистрацию на регистрацию Community Builder. Что я считаю необходимо сделать, если мы используем данный компонент. И если мы зайдем на сайт, у нас тут два модуля авторизации получается. То есть, смотрите, логин формата стандартный модуль авторизации Joomla. И SV-логин от Community Builder. Он нам нужен. Поэтому мы в первую очередь идем в расширение менеджер модулей. И отключим, что нам не нужно. Сразу видим, у нас подключилось два модуля SV-онлайн. То есть, кто онлайн. Мы их позже рассмотрим. И еще вот такой есть модуль. Также позже мы его рассмотрим. SV-логин это то, что нам нужно. И логин форм. Мы снимаем галочку, отключаем данный модуль. Дальше нам нужно отключить стандартную регистрацию Joomla. То есть, мы переходим в менеджер пользователей. Переходим в настройки. Разрешить регистрацию пользователей. Здесь мы ставим нет. У меня вот здесь уже стоит. Если у вас да, то вы включаете. Положение нет. Дальше мы переходим в Community Builder. Переходим в конфигурацию. На большую кнопку кликаем. И пока эти поля мы все не рассматриваем, сначала переходим на вкладку регистрация. И первый параметр мы можем выбрать, как регистрация должна работать. И здесь у нас при наведении есть подсказка на русском языке. Разрешить регистрацию самой системы или же да, независимо от разрешить регистрацию системы. То есть, тут, конечно, перевод не очень хороший, но я вам скажу, что нам нужно выбрать второй вариант, вот этот нижний. То есть, независимая система регистрации от системы Joomla. И нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. У нас виден здесь модуль авторизации SV-логин. И появилась ссылка регистрации. Если мы кликнем, то у нас здесь сразу видно поля, уже присущие, значит, Community Builder. То есть, это уже поля, уже именно этого расширения, а не самой Joomla, да? Первый шаг у нас получился. И вот здесь вот есть такая картинка, которую, конечно же, мы либо можем заменить на свою, либо отключить вообще. То есть, если нам тут ничего не нужно выводить, это мы с вами все пройдем. Ниже ссылочка от Community Builder. Ее, конечно, удалять нельзя. То есть, ее отключить нельзя. Чтобы ее отключить, нужно будет заплатить деньги разработчикам, да? То есть, если вы меня уже заранее спросите, как это отключить, отключить это нельзя. Из уважения к разработчикам, эту ссылочку убирать не нужно. Если вам принципиально важно, то вы можете ознакомиться на странице, как отключить данную ссылочку. Там, по-моему, 15 долларов нужно заплатить. А так, в целом, компонент бесплатный. Ну и, конечно же, есть платная версия данного расширения с расширенными возможностями, где там уже очень-очень круто все выглядит. Но я вам хочу сказать, что бесплатная версия здесь, она не такая урезанная, как многие делают. Здесь действительно очень крутая полноценная система, вот эта вот Community Builder. Плюс к ней очень много всяких есть дополнительных расширений от других разработчиков, которые интегрируются с компонентом Community Builder. Даже тот форум Кунена, который мы с вами проходили, он интегрируется здесь. И можем также в профиле вывести вкладку. Там, например, последние посты на форуме. И здесь есть еще классная вещь – интеграция личных сообщений. То есть мы можем, в принципе, отправлять сообщения даже сейчас, просто настроив этот компонент, например, другим пользователям через свой профиль, письма, которые придут на e-mail. Но также мы можем здесь включить внутреннюю переписку. Прямо на странице будет переписка. Это у нас бесплатный компонент «Отдайм». Он также интегрируется очень классно в это расширение. Обязательно я вам покажу, как это делается. Итак, чтобы нам легче было настраивать все, мы будем с вами проходить, как взаимодействовать с пользователями, как выводить их профили и так далее, поиск пользователей на вашем сайте, нам нужно для этого сначала подготовить почву, зарегистрировать хотя бы 5 тестовых пользователей. Для начала, как администратор мы авторизуемся на сайте, переходим в профиль и хотя бы нам нужно сменить здесь свой аватар. Для этого, перейдя в наш профиль, мы наводим мышку на «Редактировать», «Обновить профиль». Здесь у нас сразу есть несколько вкладок. Мы переходим на вкладку «Портрет», «Изображение», то есть это аватарка. Значит, мы выбираем «Изображение», «Загрузить изображение». Если мы кликаем у нас, выскакивает поле, где мы можем загрузить свое изображение и где у нас уже показано, какие размеры, какие форматы допустимы, давайте с компьютера загрузим изображение. Я выбираю с компьютера свое изображение, «Открыть» и «Загрузить». Мы видим, что у нас сообщение показано, что у нас все загрузилось, видим, что мое изображение встало как надо, и оно отображается сразу же в модуле авторизации. Также мы можем обновить профиль как обычные поля, так и полотно. Полотно – это у нас то, что за аватаркой. То есть мы можем выбрать из существующих или же загрузить свое изображение так же, как аватарку. Но я поменяю, поставлю что-то свое. Они, конечно, здесь не очень, но я вот выберу что-то свое. «Обновить», чтобы у нас профиль отличался от тестовых пользователей. Дальше. По поводу полей на первой вкладке, которые мне сейчас мозолят глаза, которые мы сейчас быстренько рассмотрим. Имя, имя пользователя – это все человек сможет также отредактировать после регистрации на вашем сайте, поменять пароль. И вот есть такие опции, как сайт справки. Вот это все, вот эти все поля, вот эти все, это все лишнее. Здесь это выводить никак не нужно. Давайте их отключим. Это у нас вкладка «Профили» в Community Builder. То есть настройка. Давайте еще раз вам покажу. То есть мы заходим в компоненты Community Builder. Дальше вот переходим, вот конфигурация. Заходим и заходим на вкладку «Профили». И вот здесь вот «Разрешить параметры пользователя системы». Ставим «Нет», «Сохранить». Идем на сайт, обновляемся. И у нас исчезают вот эти левые поля, которые, я считаю, не нужны, чтобы их пользователи не видели. И теперь давайте тестовые пользователи заберем, точнее зарегистрируем. Нажимаем «Выход». Логин, например, будет «Тест». Так, это я пытаюсь авторизоваться. Давайте нажмем «Регистрация». Имя пользователя тоже будет «Тест». Адрес электронной почты. Пароль. Нажимаем «Регистрация». Запрос на регистрацию успешно отправлен. Здесь какая ситуация? Опять же, если вы хотите, чтобы регистрация сразу проходила, мы с вами это позже разберем. Поэтому мы, чтобы сейчас просто время не терять, давайте тестовых пользователей активируем. То есть переходим в «Пользователи» и «Менеджер пользователей». Я сейчас обновлю страницу. Здесь тест зарегистрирован. Я его включаю вручную и активирую. И давайте прямо из админки зарегистрируем пользователей, чтобы это было быстрее. Нажимаем «Создать». Имя «Тест2». Копирую пароль «Эмейл». И здесь уже у меня будет вымышленные «Эмейлы». Здесь уже не важно. Дальше. Нажимаем «Сохранить». И сейчас поставлю на паузу и зарегистрирую еще двух пользователей. Вы то же самое проделаете без меня. Итак, вместе со мной получается 5 пользователей. Кстати, если вы ставите Community Builder на готовый сайт, где у вас уже зарегистрированы есть пользователи, то нужно нам сделать синхронизацию пользователей. Как это делается? Компоненты Community Builder. Что за синхронизация пользователей? Смотрите. Вообще изначально нам нужно было зайти в менеджер пользователей, так как у нас уже своя же система регистрации у Community Builder. Поэтому менеджер пользователей, все пользователи создаются здесь, а не там, где я создал. Я создал пользователи как бы обычные, да? То есть где регистрация Joomla. Ну и как раз вам и покажу. Во-первых, видим, что здесь вот пользователи ожидают подтверждения. И их тут нет, по идее, да? И как раз нужна нам синхронизация. То есть, по идее, нужно было их создать вот здесь, эти 5 пользователей. Но я создал их в Joomla, в самой Joomla. Для этого мы переходим на кнопку инструменты. И здесь, возможно, есть кнопки. Вот есть третья кнопка синхронизировать пользователей. И здесь вот по-русски написано. Давайте нажмем синхронизировать пользователей. Нас спрашивают, действительно вы хотите это сделать. Нажимаем ОК. Нам написано, что у нас число пользователей 3. И были, значит, интегрированы в систему Community Builder. Давайте проверим это. Нажимаем закрыть. Переходим в менеджер пользователей. И вот эти тестовые пользователи, которые я создал, они у нас теперь находятся здесь. То есть, если вы будете вручную создавать, конечно, лучше их создавайте прямо отсюда. Community Builder. Дальше. Вот здесь вот тест пользователей. Давайте вручную его подтвердим. Здесь должна быть галочка. Кликнув мышкой вручную, подтверждаем его здесь. Все, у нас пользователи синхронизированы с вами. Давайте это еще проверим. Зайдем под каким-нибудь тестовым пользователем. Пароль у меня там такой же. Нажимаю Войти. Я успешно, значит, захожу. Вы видите тест. Кстати, вы можете также прямо из админки пользователей Community Builder зайти в тест, например, или в пользователя вашего. Также здесь все меняется. Можно менять полотно его здесь и портрет. То есть, это аватарка. И сейчас нам что нужно сделать? Нам нужно для каждого пользователя загрузить свой аватар. То есть, мы это будем делать из существующих. Здесь вот есть такие прикольные аватарки. Чтобы мы просто их визуально разделяли, потому что мы будем работать с пользователями, взаимодействовать. Нам их нужно здесь у всех назначить. Это делаем либо здесь, либо это делать быстрее будет здесь. Здесь заходим в тест 2. Портрет. Выбрать изображение. Мы видим, что это прямо здесь выбирается. Сохранить, закрыть. И давайте всем назначим аватарки. Дальше перехожу в тест 3. Загрузить изображение. Точнее выбрать. И разных изображений загрузим. Перехожу в последнего. Выбрать изображение. И выбираю изображение. Все, изображение мы выбрали. Если хотите, вы можете также подгрузить для них вот эти вот задние подложечки. В принципе, на этом уроке давайте ставим паузу и продолжим в следующем. Надеюсь, для вас урок был полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, не важно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok